Повесткой внеочередного заседания регионального парламента стало внесение изменений в уже спланированный бюджет области. Доходную часть предложено увеличить на 224 миллиона 723 тысячи рублей. Расходная при этом возрастет на 225 миллионов 965 тысяч. Указанные средства поступят из фонда содействия реформированию ЖКХ и потрачены будут на переселение граждан из аварийного жилья. Остались средства неосвоенные в прошлом году на программу реформирования по разным причинам, но они действительно остались неосвоенными. И на сегодняшний день действует механизм, он установлен законодательством, что средства сначала выверяются, потом возвращаются в федеральный бюджет, потом федеральный бюджет их обратно возвращает на выполнение той же самой программы. Нововведения, которые сегодня обсуждали депутаты, позволят упростить этот процесс без участия федерального бюджета, сразу направить средства на те же цели, но уже в 2015 году. В работе программы по переселению людей из аварийного жилья и капремонту домов эти новшества существенно ничего не изменят, кроме объемов финансирования. И по аварийному жилью будет продолжено, и будет продолжено по капитальному ремонту домов. То есть, эта программа не новая, она действовала. Но с учетом того, что с 1 января текущего года появляется дополнительный источник финансирования этой программы в виде целевого сбора с населения, эта программа просто будет более интенсивно развиваться на территории Ивановской области. Соответственно, в нынешнем году в гораздо больших объемах будет проводиться и ремонт, и переселение из жилья, которое ремонту уже не подлежит. Законопроект парламентарии приняли в первом чтении. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.